Всем привет. Слышно меня? О, круто. Я так рад. Я впервые в Минске сегодня. Хотел бы сказать спасибо большое Стилсофту за такой день. И я сегодня приехал с Петербурга с маленьким докладом о том, как мы автоматизируем нашу документацию, ту, которая пишется в Confluence или же показывается в Confluence. Зачастую она может выходить из других мест. Чтобы начать, давайте немножко поймем, как много тут, как сказать, конечных пользователей. Просто пользователи. Поднимите руки, кто есть пользователи. Отлично. А кто считает, что он продвинутый? Меньше. А под продвинутым сразу скажу, что я имею в виду, что вы прям пишете свои скрипты и что-то там еще свое делаете и даете жить плохо своему администратору. А есть администраторы? О, круто. Я попытался бы немного сбалансированный доклад сделать, чтобы и то, и то было. Я сам просто являюсь администратором, также и конечным пользователем, и все более прохожу. Итак, начну с простого, немного о себе. Я атласин администратор в ITVity. ITVity – компания шведская. Ничего особенного. Пишем софт для финансовых систем, бирж, хедж-фондов. Наш софт должен работать быстро. Следовательно, требования к внутренней инфраструктуре тоже высокие. Почему? Потому что разработчики наши, то есть конечные пользователи, продвинутые, потому что они на плюсах, сях пишут, и для них рассказать о том, что у тебя страничка грузится 5 секунд, ну, как-то они говорят, ну, давай так не будем рассказывать. Вот. А также я Atlas New York Group лидер в Санкт-Петербурге. То есть, если вы будете в Петербурге, заходите к нам в гости, обмениваться опытом, мы расскажем про свои боли, как мы делаем, как мы обходим это, или как-то находим компромисс. Почему именно вообще всем этим стоит заниматься, обмена опытом, потому что вы так быстрее, ну, быстрее находите солюшены и другим помогаете. Также сертифицировался в Atlasin, пару сертификатов имею. Ну, соответственно, исходя из этого, я считаю, что я люблю продукты Atlasin, потому что большую часть времени я занимаюсь ими. Итак, немного о плане нашего доклада. Я немножко на пальцах объясню, что мы делаем, как и делаем. Ну, соответственно, почему именно так надо было сделать, то есть, исходя из каких требований, и вообще, куда мы идем, какие у нас планы под идем, имея в виду, наши компании улучшаем. И, соответственно, я бы хотел получить обратную связь, также сказать, что мы неправильно делаем, и чтобы вы лучше порекомендовали. Поверьте мне, мы что-то, может быть, неправильно делаем. Так как у нас в наше время все предпочитают гибкие методологии, а в частности, Lean Software Development, First Fail, как говорится. Итак, зачем вообще делиться всем этим? Тут большими буквами написано, но все, что я сказал, это единственное усовершенствоваться, и мы можем весь этот процесс описать в документах, и потом в дальнейшем, когда я ушел со своей компанией, кто у меня получил данные, я буду горд тем, что он хотя бы продолжит. Ну и свое имя не ломаешь, если быть коротко. Так что давайте, вот мой весь доклад. Все, что мы делаем, вот этим занимаемся. Куча условий, туда-сюда, триггеримся, все, я закончил на этом, если что. Ну а так, я перейду к требованиям. На пальцах, на самом деле, вот мы занимаемся тем, что магией, пытаемся все, куча условий пишем, триггеримся, ничего особенного. А так, в нашей компании предпочитает быстро получать документацию на стороне клиента. Соответственно, что значит быстро? У нас же есть понятие, ну кто-то ошибку допустил, а кто-то, может быть, очень важную информацию написал в конфликсе, которая синхронизировалась и ушла. Соответственно, это должно быть отрывировано, некий workflow должен, ну и кибербизнес-процесс должен быть. Или же разработчик там плохо написал. грубо, либо с ошибками этот статус влияет. Соответственно, мы должны все эти условия учитывать, греберли подключать, например. Вот. Как-то так. Раз уж я сказал про бизнес-процессы, начнем с самого простого. Я как человек, который хочу максимально минимум времени тратить на разные придумывания своих велосипедов, смотрю на marketplace. Есть Kamala Workflows. Стоит хороших денег. Что мне дает? Я могу публиковать и есть некий workflow. Мы можем сделать там в драфте, готово, кто-то может кнопочку нажать, можешь уже брать ответственность и опубликовывать. И полетели. Но боль, дорого. На самом деле, я начал использовать, уже после этого мне нужна была валерьянка, потому что без этого проблем было очень много. Performance. Я сегодня у многих людей слышал какие-то проблемы с перформансом. Я скажу, перформансы не только у вас. У меня тоже есть. Но я стараюсь тоже так же, как и вы, фиксить это. Итак. Раз уж Kamala Workflows, мы же русскоговорящие. А как говорится, русскоговорящие очень любят свое придумывать на основе уже готово. Как вы думаете, тот функционал, который там ready, review, можно сделать из коробки, из конфлюенсов. Первое. Помните restrictions? Если мы за restriction, ты не можешь его синхронизировать. Мы можем уже договориться, описать, кому, когда видно, все это делать. И там есть нотификации. Это все отрабатывает. Соответственно, еще inline комменты есть. И это очень важно. Следующее. Мы можем статусы сделать посредством префиксов в тайтлах страниц. Солюшен? Ну, костыль, но работает, согласитесь. User macro, то есть мы на пользователя заходим, какие изменения он делал, легко можем сделать. И, соответственно, следующая боль по нему идет. Вы начинаете подписываться на всякие разные странички, которые от них начинают сыпаться сообщения. бесконечно много. Особенно, когда люди забывают кнопочку не натифицировать, нажимать, они всегда натифицируют. Поэтому привыкаем к этому, но мы на этом экономим для своей компании достаточно хорошую денежную сумму и достаточно понимаемый солюшен, потому что мы весь процесс описали и каждому всем понятно, в чем суть, в чем роль. И, по сути, наш весь workflow, вы вот так вот можете все это выяснить. Это нормально. Я считаю, что это возможность это сделать. Но давайте так, реально. Вся ли документация в конфлиенс? Есть разработчики, которые говорят, у нас есть как бы система контроля версии, я туда пишу, вот вы еще у меня тут с Jira, я тут смарт-комменты вы хоть прикрутили наконец-то. Я из этого перестал в Jira ходить. Это у меня достаточно. А вы какой-то еще конфлиенс. Зачем? Сами уж делайте, сами генерите. Следовательно, в GitHub у нас есть в MD2 конфлиенс, то есть Markdown, Bitbucket, мы используем Bitbucket, соответственно, у него есть Markdown, вы можете все это затрекать и улучшить. Соответственно, там ничего сложного нету, потому что у конфлиенса используется XHTML Engine, немножко кастомизированный. Если у вас лицензия есть, вы можете скачать исходники и посмотреть, как это делается. Все просто. Дальше, конечно, и бывает MAN-страница. у нас консольные утилиты, Linux-овая, соответственно, для MAN-а. Соответственно, есть док-буки, это старо, очень плохо, но если мы будем использовать Markdown'ы, какой-нибудь хороший флевер, там несколько флеверов, неких ответвлений есть, то можно Pandoc, например. Очень много всего генерить, то есть на выходе из Markdown'а вы получаете все необходимые конфлиенсовую страничку, сами напишите, ну, питоном подправите, поднужные вещи и все это сделаете. Но сразу скажу, есть боли. Боли следующего характера. Я не смог решить до сих пор проблему такую. Таблица в таблице, еще одна таблица. Вот такую штуку я не умею до сих пор делать, еще со ссылками. Ну, я пока не убедил. Вот. Но мир не идеален, есть к чему стремиться. Итак, раз уж я в начале сказал, мы синхронизируемся. В самом начале нас попросили, типа, давайте в облаке, у нас там вейджер, давайте конфлиенс, будем синхронизировать, определенные спейсы. Вы говорите, ничего подобного, мы сейчас скрипт налобаем, кроном запустим, полетели. Ну, хорошо, нам в DMZ нужно, чтобы в гостевой зоне были анонимные, еще доступная документация была определенная. Без проблем, пошли. Потом мы начинаем уже, тут уже клиент появляется, он говорит, мы вам там дырочку даем, определенный портик, туннелем, VPN-ом, нам, мы хотим в своем конфликсе обновленную документацию. Что делать? Обновляемся. Соответственно, дальше, все это увидев, наши другие партнеры хотят, типа, через Ndesk, через аунтификацию, пройдя, для нужных людей, показывать эту документацию. Хорошо, это тоже мы прошли. Для каждого из солюшенов я могу в кулуарах рассказать более технические детали, вы можете спросить, но скажу, это только просто общая схема, просто немножко увеличилось, так раз 15-20, просто, на самом деле, для меня это изменилось тем, что я начал копировать планы в бамбу, для того, чтобы все это, кнопочки люди нажимать, выдать всем людям права, если он хочет в данный момент обновить, или же триггериться, ну, те или иные правила, допустим, и еще вся конфигурация в ГИТе хранится, триггерится, обновляешь документацию, триггерится в бамбу, и бамбу все обновляет. И полетели. Опс. Вот. Ну, вот, пожалуйста, там один из планов, который документация обновляет на часть наших клиентских систем. Самое интересное, что бывают те клиенты, которые уже давно задиземлили, месяц не обновлялось, ну, просто так получилось. А бывает то, что там кому-то вообще 43 тысячи раза, то есть кому-то просто хочется много быстро. Это очень по-разному. Поверьте, какие требования от клиента, то мы и делаем. Что делать-то? Но зато выигрыш в том, что от системы контроля версии мы выиграем, то есть именно то, что вот у нас все инфраструктура как код, все это увеличивается. А еще самый мой минус, надо было еще в докер закинуть, чтобы автономно мы могли в облаках во всех везде распределяться. Опс. Итак, раз уже я сказал про маленькую автоматизацию, для автоматизации на самом деле у вас вещей не так уж и много, ну, если вы через CI делаете REST API либо Java API, который вы можете REST-у, там, не знаю, увеличить какой-нибудь свой саб, ну, не важно, что вы делаете, то есть, допустим, на целевой системе можно добавить. Пожалуйста, developer.atlasin.com Также есть Atlassin Python API, в котором мы все опишем. То есть, вот по этому линку вы найдете документацию на REST API. Вообще, я предпочитаю использовать аддончик Atlassin REST API браузер, называется, вы устанавливаете на свои приложения, и вы там сразу четко видите все необходимые методы, и там все описано, и все сразу проверяете. Попробуйте на тестовую систему, вы поймете. Это очень удобно. Люблю Python вместе с библиотекой Python Request. Ну, и, соответственно, все в библиотеку обернул, чтобы с PyPy нормально на серверах всех обновлять. Ничего сверхъестественного. Все, что я писал, все хорошо, но теперь как бы во всю роль я рассказал именно с точки зрения вот так получился conference, stage, bitbucket, stage, синтегрирован с Bamboo, Bamboo обновляет conference. Это вся синхронизация есть. Не хватает Jira. Для чего нам нужна Jira? Есть у нас руководители, которые говорят, кончика, когда у нас обновится документация? Ну, что делать? Есть же проще решение. Мы можем повесить в куки, чтобы Bamboo Q запускать и сказать, уважаемый начальник, если вы так кнопочку approved в своем, помните, в самом начале, не в conference делаем, а все перекладываем в Jira, и там нужно approved для какой-то версии, approved для какой-то страницы, айдишки, все полетело. Дальше снова REST API и по ивентам, допустим, видим, что у нас блокер пришел, соответственно, эта документация должна обновиться, соответственно, этот кейс зарезовывали разработчики, чтобы к нему комментарий пришел о том, что, эй, разработчик, обнови документацию, пожалуйста, и нажми кнопочку, чтобы его заопровили, заопровит технический писатель, все полетело, пусть уходит, и таким образом простенький workflow, любой может быть на самом деле to do in progress done, как хотите, реально свобода, в моем понимании это свобода, полная свобода, вот, ну, на самом деле я вот все рассказал, все это сделал, у нас есть, конечно, что бы надо сделать, в самом начале я нам слукавил, что наши клиенты хотят лучшей документации, а зачем вообще эта документация нужна, ну, просто вот, им же нужен ответ на вопрос, сейчас все документации люди не ищут, гуглят, да, даже, я вам даже опыт расскажу, в комьюнити меня человек спрашивает, гонщик, а вот эта вот штука не работает, этот ластинг говорит, что это неверно, ну, то есть, так должна работать, экспортировать можно проекты, нет такого, вообще такого нету, а ты читал, что на предыдущей странице речь идет о project конфигуратор, это о приложении, она такая, то есть, я должен, а я на гуглил и нашла, ну, давай тогда напишем, атласим, типа, напишите что-то, типа, для того, чтобы вот этот функционал был, нужно установить плагин, таким образом вы решите, хорошо, соответственно, я считаю, что все должно быть чат-опсом, потому что задал вопрос роботу, робот зашел в джиру, нашел нужную информацию, ответил, выдал, согласитесь, хорошо, как много информации нужной вы ищете в джире, вы, вот, допустим, вам нужно какое-то проверить, создалась задача, вы не знаете, пока делать, вы думаете, создавали ее раньше, и что-то делать, вы ищете сначала в джире, или пытаетесь в конфликс, найти документацию, которая это сделает, или вообще по методике, давай-ка попробую решить сразу, кто по первому методу, кто ищет джире, ну, свои, продуктовые свои джири, кто-нибудь такой проблемы встречался, или решал, или что-нибудь такое делал, бывает ли у вас такие, то есть не так уж, а? Ну, давайте больше use case, хорошо, я разработчик операционной системы, синий экран появился, мне отправляет клиент, синий экран с ошибкой, и мне нужно понять, эта ошибка, эту ошибку поправили или не поправили, где вы будете искать, но вы разработчик этой операционной системы, в первую очередь. Ну, считаем, что вот синий экран, он в гугле не распространен, но на самом деле, я ищу сперва в джире, потому что, ну, кто-то, может быть, совсем недавно сделал, а документация, как правило, она старая, как припечет, обновляет, если честно, ну, если предмет насмотреть, соответственно, я считаю, что нужно чатопс, а у кого-то есть ли возражения, что так слушайте, и как-то, чем его подумать? Инструменты есть, для Slack коннекторы разные, теперь, ну, самое основное, вы говорите, там, как бы правильно он отвечал, для этого есть, на самом деле, конфликт questions, допустим, и вы таким образом вопросы, ответы четко вы делаете, но мы же не хотим платить, можем сделать проще, берем задачи, которые действительно, вопросы и ответы хорошо пошли, мы обозначаем лейблом, в джире, допустим, knowledge base, KB, допустим, таким образом, ваш бот, он легко понимает, что это нужный ответ, и он ищет, а так как джире у нас глюсином делается, все необходимые маги, примерных ответов вопросов находят, но единственное, нужна валидация, чтобы лишней информации не сказал, но для, как для внутреннего бота, который будет отвечать на вопросы, это офигительно будет работать, поверьте мне. Ну, Slack'е, ну, в любом другом мессенджере, в MS Teams, если делать, то надо почитать немного побольше Robot Framework и Bot Framework, не Robot Framework, Bot Framework. И следующее, это единым стандартом, я бы хотел, чтобы у нас компания началась при переходке единым стандартам, имеется в виду, не используют DogBook, один вид Markdown, другой Markdown, вот это вот более беда. Если бы научиться правильные конвертеры, это мы проходили, то есть этим я занимаемся, но вот ситуация появляется, табличка в табличке, табличка, это, конечно, бывает жизненный запрос, разные виды картиночек, это сложности возникает. И всегда я хотел бы уменьшить повторяемость работы, то есть в джире сразу, чтобы это было, как бы лейблом knowledge base люди оформляли и какая-нибудь пометка, вот этот комментарий есть самый правильный или какое-нибудь определенное место solution. И самое последнее, все это, конечно, прекрасно, без хорошего поиска, потому что мы должны использовать, мне кажется, все с коробки. поэтому если у вас джире не новое, обновляемся на джире 8, также в комьюнити есть для конфликса, чтобы обновили для люсин индекс 7.5, для джиры конфликса используется люсин, библиотечка для полнотекстового поиска, соответственно, если они на последних версиях, они очень хорошо работают. Также мы знаем, да, мы знаем, что в облаке это поиск хорошие, нужные ответы, рейнкинг, хорошо работает в облаке для конфликса, потому что там используется ластик. И, соответственно, масштабируется. Вот. Все, что я вам пытался объяснить, всем, наверное, я вот смотрю, у вас очень много разных митапов проводится, котлины, девопс, бай, соответственно, я бы хотел сказать, что мы тоже стараемся быть в бесконечности интеграции нужных головных болей, таблеток, и также радоваться тому, что мы сделали очень много и прекрасно. Вот. Еще следующее, я бы хотел узнать у вас, кто использует, ну, генерит документацию прямо из ГИТа в конфликс, из конфликса куда-то. Есть ли такие люди? Зачем нужен конфликс? то есть вы считаете, что вся необходимая документация в ГИТе, соответственно, зачем ее в конфликс делать для того, чтобы, ну, допустим, самый простой юзкейс, вы пишете какой-то API, соответственно, этот выход API, соответственно, клиентам для интеграционных проектов нужен. Если вы даете доступ к ГИТу, то, соответственно, даете доступ к сорцам. Либо у вас есть следующая задача, таким образом сделать синхронизацию ГИТов для того, чтобы только связано с документацией. Либо, естественно, дооксиджен вы генерите. Но, да, есть дооксиджен, но при этом есть, хочется иногда хороший поиск. Также нужно правильно, четко распределять техническую документацию, полискую документацию, там, маркетинговую часть. И, соответственно, я считаю, что нужно, как бы, все к единому стилю, но, да, действительно, все должно где-то что-то делать. Но версионирование, если будет в конфликсе, это будет очень хорошо. Но, почему я про версионирование говорю? Я в комьюнити вот последнедавно писал о том, что проблемы с большим количеством пейдж-вершенс, потому что очень много людей начал писать много скриптов, много страниц, много, очень часто обновлять, а фактически нужного функционала нету, много нотификаций, много проблем, но если ты реально смотришь, нет смысла, надо клинапить, удалять и проставить правила. Соответственно, предлагаю делать скриптинг-гайдлайнс, в котором говорится о том, что перед тем, как что-то отправляешь в конфликс, допустим, мы делаем хэш, для пейджа, для страниц есть метадата, то есть вы любое поле можете поставить, туда запишите, допустим, хэш самого конфликс-стораж формата, и перед тем, как отправить, она сравнивается, если ничем не обновляется, тогда всегда по определению не сообщать об этом, и даже не обновлять даже саму такую штуку. Вот. Но это больше, более технический ответ был. Далее. Я бы еще хотел бы вернуться некоторым местам. Вот к воркфлоу. Много людей хочет разные воркфлоу с документацией, все такое. А вот у меня иногда бывает встречаются люди, которые хотят в конфликсе сделать джиру. Да. Вы начинаете говорить, молодцы. Но на самом деле есть для этого причины, потому что по сути то, что они делают, это чек-листы, и эти чек-листы сделаны. Поэтому часто я всегда считаю, что нужно больше использовать для конфликса, особенно в частности описание процессов, чтобы вот эта процессная часть с чек-листами была находилась в конфликсе, и тогда там есть таск-листы, и со своими дью-дейтами есть, автоматом два слыша, и вот дату выставляете, и когда вы тики ставите, то и ставите, допустим, меншин на кого-то, и у него в профиле в правом углу в таск вы увидите все эти задачи, и это будет хорошо. И тогда вот это вот городить не надо будет. То, что я вам рассказал, вот это, я считаю излишне овер-инжиниринг. Но я ни одного не услышал о том, что это плохо, хорошо, и нельзя делать. да, все верно. Как раз таки вложенность продуктов. Тут самое основное сквозная, хорошая интеграция. это да. Чеклист это не задача, это чеклист, это как раз нам нужно маленькие вещи делать, а вот когда оно должно, может быть слинковано с задачей. Вот. Ну, как раз таки вы сообщили о том, что в обратную сторону. Вот это правильно. Но я считаю, что все равно. Вот. Хорошо. Дальше. Я все рассказывал про REST API, процессы, синхронизации. Вам не кажется, что это плохо? Очень много планов синхронизироваться, смотреть борды и думать, что все, все работает, все обновляется. Нет, нормальные люди это делают, но просто давайте пойдем с юзкейса. Пользователю нужно что? Документация. И нужен поиск по этой документации. И они не хотят получать большие PDF-ки, жирные PDF-ки. Хорошо. Может быть, это не надо доставлять, может быть, это как-то iFrame, все должно как-то уходить. И нужные restriction-ы, и правильно пойдет. Я считаю, это неправильно. И, соответственно, это все неправильно. И то, что я в самом начале вам говорил, мы вот этим занимаемся, но все это излишне, мне кажется. Как вы думаете? Да. самая основная проблема в том, что мы всегда ошибаемся над альтернативами. И поэтому, пожалуйста, проверяйте на marketplace готовые аддоны. Как Steelsoft сказал, они топ-вендор, значит, может быть, они знают все правильно и как лучше сделать. И они насобирали все костыли. и не как я стою и вам рассказываю о своих тех же самых костылях. Я более чем уверен, что выйдет еще один человек расскажет те же самые костыли, как они сделали очень большую систему, все это сделали. Но всегда надо думать реально о рациональности вещей. Вот на такой грустной ноте я бы хотел бы закончить, но я бы хотел бы сказать, что я рад, что у нас очень много интеграции, очень много головной боли в плане того, что надо все всегда синхронизировать, обновлять, и все у нас всяе. Ваши пожелания, рекомендации? Вопросики? У меня куча времени. Говорят, 10 минут у меня времени, да? 10 минут на вопросы, пожалуйста, любой вопрос. Любой вопрос по AtlasinStack. Хорошо. О, давайте, какая погода в Питере? Вчера был дождь. Даю стикер. Любой вопрос даю по стикеру от AtlasinStack. Есть желание узнать, а думал ли ты как-то в той системе интеграции, что ты описал, то, что документацию предоставляешь другим каким-то кастомерам, то есть собирать комментарии и вопросы кастомеров с того, что у них там, которые они там могут в своем конфлиенсе написать? В своем профиле описать еще раз? Нет, то есть, если я правильно понял работу твоего аддона, то есть у тебя, твои страницы, они дублируются в конфлиенсе других кастомеров. Все верно, да. Вот, там они имеют возможность эти страницы комментировать, оставлять какие-то вопросы, пожелания. Вот, думал ли ты как-то собирать вот то, что они какой-то фидбэк, обратную связь там пытаются давать? Это легко можно сделать и это на нескольких штуках сделано, на нескольких институтах есть. Как мы говорим, не надо дублицировать работу, надо использовать все из-под коробки. Jira issue collector, вот ваш ответ. Посредством него вы получите нужный фидбэк и она будет создаваться в Jira и будет поиски делать. Если кто проходил сертификацию про issue collector, мало кто успевает отвечать. Но, то есть я имею ввиду, времени не хватает или неправильные ответы. Я не в курсе, но единственное, помните, что есть Jira issue collector, это не кассованный, а с коробки решения. Пожалуйста, еще один вопрос. Передаю вам стикер от Atlassian. С комьюнити отправил. Еще вопросы? Ну давайте, на стикер. У меня стикеров много. Про погоду я уже ответил. Кто готов к интрибьютирует на Atlassian Python API? Да, на питоне. Там ничего не надо. Просто полетело. Хорошо. Я думаю, все. Спасибо большое. Что? Про наше сообщество пару слов. Хорошо, да, я расскажу. Это наше сообщество находится вообще сообщество есть в Atlassian community.atlassian.com это есть онлайн сообщество, также есть face-to-face, то есть все могут встречаться, называется Atlassian User Group. auk.atlassian.com Вы можете в любой точке мира, где вы путешествуете, заходите, находите место, приходите и узнаете, слушаете разные фидбэк разных кастомеров. Допустим, я сегодня слышал про Wargaming, что у них более, что у них 5000 клиентов и это очень плохо. Но есть Autodesk, у которых есть там 15k плюс и у них проблем таких нету. ну, 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 хорошо. Ну, мне показалось, что это больно. Но давайте дальше. В плане того, чтобы дальше, ну, допустим, в нашем Петербурге у нас есть свое локальное сообщество, мы обменяемся опытом, разговариваем, пытаемся понять, что к чему. таким образом, допустим, часто бывает такая штука, что кому-то нужна такая же задача, там, с посинхронизацией, кому-то что-то делать. Я, соответственно, рассказывал, какие возможные будут проблемы, следовательно, запросы от бизнеса, потому что зачастую мы работаем на коммерческие компании, в моем понимании. Ну, бывает то, что и на государственные компании, но зачастую требуют какие-то бенефиты, результаты. Соответственно, зачастую кому-то нужно просто выгрузка в спейсах, каким-то скриптом выгружается спейс в виде HTML, и этого достаточно. То есть, вот именно в данном случае. Часто мы обсуждаем о том, как интеграция и миграция проходят. Jira, Confluence, Bitbucket, разные вебхуки, переписываем, хакатоны делаем. Соответственно, в онлайн комьюнити всегда задавайте вопросы. Я думаю, что вам в любом случае кто-нибудь да ответит. Также есть в Telegram сообщества, в Московской, ну, из русскоговорящих я знаю Московское, Петербургское, мы все дружим. Соответственно, также очень много людей пишут открытые аддоны. Вот. По зарегистрированным 400 человек, но в среднем, я говорю, что активно людей уходит, наверное, до 50. Но меняются люди в зависимости от тем, потому что темы бывают project managers, процессные, бывают для QA вещи, бывают для HR, бывают для админов и разработчиков. Естественно, в самом начале вы сами видели, кто сколько рук поднимал, в зависимости от того, что если мы больше юзерскую делаем, больше народу приходит. Вот. Если у нас, допустим, с QA связано, и, соответственно, в Минске, я понял, что у вас будет вовсю это проходить, и будут каждый рассказы о том, что как их, что выбирал, какие проблемы, а может быть улучшение или success story, это тоже очень хорошо, это прекрасно. Вот. Так что присоединяйтесь к сообществу, делитесь знаниями и приобретайте опыт и получайте уже готовые решения. Я бы так сказал. На этой радостной ноте. Да. На этой радостной ноте. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ